Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня без сценария, без всего, это, наверное, первое видео, возможно, не помню уже даже столько лет каналу, формата анпакинг подарков подписчиков. Как вы знаете, подписчиков у меня немного, но они самые-самые лучшие. Они тебе и на фестивале рук пожмут, и предложат что-нибудь вкусного из своих родных краёв. Я, как вспоминаю, встречу с подписчиками на многочисленных фестивалях, это сразу становится приятно. Да и тем более, назовите хоть одного видеоблогера, которому на фестивале подошли, сказали, Васян, нам не хватает третьего, иначе нашу команду снимают, короче, пошли драться. А у тебя ничего нету, так он говорит, ладно, пошли. Да, прекрасный их первый рыцарь. Итак, поэтому подписчиков у меня мало, но они самые клёвые. И один из подписчиков мне прислал вот такую здоровенную штуку. Вот, не будем полить, кто это прислал. И, в общем, я очень люблю подарки своих прекрасных подписчиков. Их достаточно много. Ну, сегодня у меня только парочка с собой есть, поэтому я беру кожаную поясную сумку-книжку, сделанную моим подписчиком, и достаю оттуда нож, сделанный моим подписчиком. То есть, ребята, я вас обожаю. Ссылки на их мастерки все будут в описании. Ну и начнём. Человек попросил скрывать аккуратно, потому что помимо подарка там ещё что-то лежит. Будем стараться. Ну и тем более, знаете, мне эта коробка всё равно понадобится, потому что я в неё буду товар запаковывать. Пошёл, пошёл, пошёл. Так, ещё джижит. Нет, коробочка пустая. Блин, 10 минут до начала рабочего дня надо успеть. Ай, Вася, когда ты научишься вставать раньше? Нож немного затупился, не надо было с ним пакеты с кольчугами открывать. Я его подкачу сегодня. Знаете, чем хорошо иметь подписчиков, у которых собственные мастерские? Хоть это не приносит никаких больших денег, но зато они рекламируют, знаете, всякие... Тёмная фэнтези, там, стратегия викинги и прочие донатные фуфло. Так, чё-то пошло. Тут чё-то сперва маленькое, походу, вот оно. Блин, за плёночку самое главное спасибо. Это тоже, считай, подарок. Я в этот товар заворачиваю для моих ценнейших покупателей буду. Начнём с маленького. Начнём с маленького. Копчёным не пахнет, значит, это точно не рыба. То о чём, да? Шагмон, шагмон, подарок. Подарок, да. Щас. Это магнитик? Или что? Класс! Интересно, это магнитик или что? Мне вот просто интересно. Всё равно это очень круто! На меня похож. Нет, но немножко другой. Ну, блин, ну класс вообще! Так, ну и теперь давайте самое главное. Это можно? Надо всему очень крутому. Я хочу сделать, прям, сейчас пахнет. Ещё все, ребята, шоутики! Не за это, тихо, 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 тихо. Как будет, тихо. Как будет, тихо. Что такое, да? Ребята! Не, это любовь, всё. Это базилард. Просто вы гляньте, насколько он клёвый. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка. Видимо, чуть-чуть пока ехала из Иркутска-то. Господи, как прекрасно. Пацанчик! Классно! Итак, друзья, рабочий день закончен, и я, наконец-то, могу вам показать. Это базилард. Базилард по-разному произносится, там версий много. Сделал мне его мастер Борис из мастерской Черток Алериона. Все ссылки в описании. Это стилизация под базиларды 14 века, ну, характерная для 14 века. Наверное, прикреплю фотографию артефакта, по которому делали. И мне настолько он нравится, что я просто схожу с ума, и мы с ребятами решили сделать свой личный заказ на 10... Не скажу чего. Это вы узнаете потом, когда он это доделает. Мастерская молодая, но, тем не менее, я вижу, что ребята стараются, делают, и стараются делать именно на качество. Самое главное то, что это не просто листовая сталь, которой придали форму, а это кованая вещь. И кованая не автоматическим молотом, а именно молотобойцем, что просто делает его саму по себе невообразимым, сколько тут труда часов было затрачено. И мне действительно очень нравится. По сути, я наконец-то, наверное, собрал всё для своего вот именно предполагаемого комплекта, который у меня вот здесь вот находится. Осталось только пара вещей, и я смогу наконец-то похвастаться своим косплеем на сержанта наёмников. Вот, это будет очень круто. Мастерская черта Калериона, блин. Вот, 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 знаете, всем там присылает, не знаю, там, эй, там, блогер-миллионник, зацени, пожалуйста, там, не знаю, кизлярский нож это тоже круто, все дела, там, не знаю, майонез моего приготовления, трусы моей сестры, и комнатный рыцарь. Просто, блин, это как гладиус фактически. Я прям жду не дождусь. Причём, что мне больше всего нравится, тут как раз не спуски, а именно сглаженность здесь 3 мм примерно, насколько я вижу. И здесь ещё, я бы ещё больше подточил для этого скругления в 5-рублёвую монету, и, возможно, я его сделаю как раз-таки чисто ради безопасности. И, блин, на первом же ЛХ-фестивале, а если быть точнее, Большая Осада, я его обязательно использую, чтобы ничего с ним не делать. Господи, он слишком крут. Как же классно. Просто вы посмотрите на эту красоту. И вот прям вот перчаточки, в моей вот именно перчатке из Висби будет очень удобно. Блин, как вторичка, это, конечно, богично. И можно с Баклером тренироваться. Ещё раз спасибо тебе большое. Блин, это очень круто, это очень приятно. Огромное тебе спасибо. Ну, а другие подписчики, если вдруг у вас есть подарки, там, качёное сало ваше в приготовлении, то пишите мне в личку, скажу свой абонентский ящик. Вот. И буду вас радостно благодарить. Ещё раз всем огромное спасибо, что вы посмотрели вот первое видео с анпакингом. с ним видео именно с применением его. Ну, как бы он применялся в средние века, обязательно сделаю. Ну, и фотографию понаделаю. Большое спасибо за просмотр. Всего доброго. Ави Мария, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok